Партнеры выпуска магазина Актив Спортс, именно Спортс, я правильно вам сказал? Это мои друзья-партнеры, я сам здесь периодически захожу, покупаю витамины. Пожалуйста, заходим. И у нас скидки, да, Ром? 10% скидка, скажите пароль Андрея Басынина. Пароль Андрея Басынина. Пароль Андрея Басынина. И вот это, соответственно, изначально мы делаем всегда с разброса, да. Когда мы работаем, мы не всегда, уже каждый раз, я почти на видеоуройке говорю, мы никогда не, когда приходим в зал, одеваем перчатку и начинаем работать в парах, все это начинается с разброса по воздуху. Когда мы чувствуем длину шага, куда мы нашим руки. Потом все это начинается с подставок. Подставки нужны для чего? Это вот такие ловушки, да, как-то называли. Для того, чтобы мы чуть-чуть приноровились к партнеру. Партнер, во-первых, вот он мне, бей прямой удар, дальний. Передний. Причем, знаете, передний сюда бей, передний сюда бей. И дальний сюда. Вот я вижу, с какой он дистанции шагает, вот он, недосягаемости, да. Вот я могу чуть-чуть подогнать его. А если мы начнем сразу голову бить, я могу зажаться, если я без опыта работаю. Если специальная работа, на месте стоим, поставку сделаем, и мне сделаем. И я вот, мы стоим, спокойненько работаем. Я сделаю, другую руку подставим, да. Вот мы работаем. Потом начинается чувство дистанции, когда мы начинаем потихонечку контролировать, работать. Чисто я по защите, я вот мне ручку поставил сюда. Он мне подставочку, я отработал, держи ручку, держи руки. Оп, я коснулся, аккуратно, у меня все это то же самое. Именно на то чувство, да, что я не бью ему голову. Я просто достаю перчатку, и вот, и мы отсюда работаем. Дальше, это мы уже вели, поэтому много разговоров. Как заходить на среднюю дистанцию и дальше продолжать работу. Это все начинается с доработки комбинаций. Самый, так сказать, простой комбинаций сейчас возьмем. Допустим, я наношу левый прямой, стой на месте просто, да. Раз, потом делаю, скручиваюсь, отсюда как по тренеру к уклону. И захожу два в корпус. Теперь Миша делается. Джефф, раз, скрутился, два, три. Только мы сейчас дальнейшие работаем, да. Раз, скрутился, два, три. И оказался на близкой дистанции, на средней. Еще раз. Смещение в сторону. Раз, два, три. И последний раз. Дальше. А, с чем он наношу? Ну, допустим, у меня парнир бьет, я не зажимаюсь, я стою на месте, он его набрасывает по корпусу. Он не боится заходить на дистанцию, потому что я его не бью. И я, вроде как, не сильно боюсь, потому что мне в голову не переводят. И я уже привыкаю к тому, что идет приближение ко мне. И мы отсюда можем совершить, ну, очень много комбинаций. Смотрите, дальше. На месте стоит. Джеб, заходим два раза в печень. Давай. Джеб два раза в печень. Он подошел, стоит здесь рядом со мной. Дальше смотрим. Джеб прямой в корпус, в печень. Зашел близко, прижался. Если я все вижу, я так и вижу. Давай. Джеб прямой в корпус, зашел в печень. С переводом на голову очень аккуратно должен. Раз. Печень, голова на близкой дистанции уже. Все это должно происходить под контролем, да, что я не всаживаю сильно. Так. Джеб. Снизу, боковой. Так. Так. Печень, голова, боковой. Уже в комбинации еще раз покажу. Раз, два, три, четыре. Сдва его. Отлично. Все то же самое, вот так же работает. Джеб, джеб корпус, боковой, в печень. Я зашел на дистанцию. И, ну, так я образно взял, сейчас взял просто такие комбинации, да. Их можно много сейчас придумать с нарками, с уклонами. Ну, самая-то основная задача, что мы когда отрабатываем, он меня не встречает, он мне дает работать. Я первое, что делаю, я ставим дистанцию, я подхожу к нему и провожу здесь комбинацию. Ну, я нахожусь, я привыкаю здесь, находясь рядом с партнером и не боюсь всего. Следующий момент, когда мы берем близко дистанцию, такая очень сложная, я очень долго думал вести и проводить этот урок на эту тему. Мы подходим и просто спокойненько стоим, да, по корпусу обмениваемся. Вот, двигаемся, спокойненько по корпусу обмениваемся. Прямые, снизу, боковые. Я вот здесь привыкаю руки держать плотно. Причем, когда, восстанет их. Когда мы здесь работаем, ребят, у меня руки еще плотно прижат, даже работают сюда. По рукам. Я, бывает, там, новичкам-то даю. Если я правильно держу руки вот здесь, они прижаты, они должны быть прижаты. У меня идет отдача в голову, даже если я работаю по рукам. Мы, получается, уже привыкаем к нагрузке, у нас идет небольшая отдача, я привыкаю правильно держать защиту. Поначалу это всем неприятно. Потом уже начинаются вольвные бои. Уже когда мы работаем, чисто по корпусу, для новичков, я говорю, вольвные бои, да, когда я вроде подбородок, у меня здесь защита, да, я уже привыкаю, что это происходит все здесь, по корпусу работать. Хорошо? Это, я уже думаю, тренеры должны заниматься этим, как правильно подвести человека к средней, близкой дистанции. Ну и самая неприятная часть, что когда мы работаем, начинаем боксировать в голову, то есть мы должны контролировать, потому что всегда есть возможность где-то в разрез, за сандарик. Подожди, встань просто. Просто сандарик сюда в разрез, и вы должны это делать так, чтобы не сломать, конечно, дуридовые носы. Но лучше всего использовать шелема. Для того, чтобы партнер не убегал, очень хороший способ, это резина. Это уже, как бы, говорим мы о том, что когда мы уже профессионалы, нам надо тренироваться, и мы не должны позволять партнеру убегать. То есть мы резину, вот она, вот она может растянуться, стой на месте. Ну куда я ее убегу, если она меня держит? Но при этом мы должны отсюда работать, да, потихонечку работать, чтобы без капула. Вот, вот мы стоим спокойненько, да, раз, 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 вот я двигаюсь вправо-влево, вот мы с тобой отсюда пикаемся, да. Бьем два разреза, их аккуратно, да, 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 вот спокойненько работаем, да, мы в голову точно вроде, да, раз, раз. Вот мы отсюда, да, где-то прижались, да, вот такая работа, она происходит здесь, и если у нашего партнера нету, убираюсь, нету какого-то опыта в правильной работе, как и с Николай Талакином, мы разговаривали, вели там беседы, не умеет дозировать силы удара, ему бы лишь бы ударить, мы никогда не сможем отработать с этой дистанцией. И еще плюс хорошая работа, пойдемте вот здесь, колесо, у нас колесо большая, шина, но лучше всего исходит маленькую шину. Мы становимся с партнером, вот мы становимся у передней ноги, я работаю здесь, я максимум могу это вот отшагнуть, но это та же самая работа, да, нашел по корпусу, да, вот я могу, да, и закручиваться в одну сторону, в другую вращать партнера. Надо вращаться, вращаться, сейчас двигаться на себя. То есть мы уже здесь работаем, нам уже никуда не бежать, нас уже не резина контролирует, потому что я на резине могу шагать, а нас контролирует колесо, что я стою, я максимум могу только углы менять и перекрываться. Все то же самое можно с переводом на хор на голову, аккуратно. Все, вот, и мы смогу, дай только передней рукой, вот мы работаем, да, здесь, вот, вот, да, здесь. Я могу отклониться, достать сюда, подойти. Подключили, идеальную ручку. Что-то дает массу неудобств для, ну, для партнера. Когда мы стоим в колесе, поначалу это тяжело, из-за того, что просто человек психологически очень... Представляете, да, взяли, человека зажали, да, в такие рамки очень строгие ввели. Не шагнуть ни вправо, ни влево. И тем более, если мы еще без опыта, кто-то начинает очень здесь сильно жестко бить. И это только происходит, когда мы бьем, живем вот именно здесь, вот в этой среде. Потому что если вы хотите хорошо боксировать на близко-средней дистанции, вы должны просто боксировать на близко-средней дистанции. Близко-средней, близко-средней. И еще один момент, это работа у каната. Когда партнер тоже, это самая близко-средней дистанция, когда я-то могу работать, есть задание, когда я издание работаю, но я могу, знаете, если в моем случае партнер должен всегда стоять у каната, то в его случае, то в моем случае я могу отходить. По сути, я нарушаю, да, среднюю-близкую дистанцию, и раз, где-то подошел специально, да, здесь поработал с партнером, ушел отсюда, да, дал ему чуть-чуть подышать, оп, опять зашел, да. Потом там, оп, по команде поменялись. Он тоже самое работает, разрывает кронисток. Я здесь, да, я здесь, вот. Заходим в дистанцию. Все, да, вот он, зашел, вышел, опять я здесь, поработал. Все, потом опять поменялись. Я вроде таких, мы уже проверяем, да, насколько партнер сам готов заходить на эту дистанцию. И здесь, пожалуйста, нарабатываем. Вот был вопрос, в принципе, про чувство дистанции. Но я больше поработал сейчас про северную дистанцию. Чувство дистанции, я уже устал говорить, когда я чувствую дистанцию, с чего и откуда начинается. Все это начинается с азов, 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 азов. Я еще договорю. Все, всем большое спасибо. С вами был Андрей Басынин, Михаил Брюсеньев. Все, давайте подписываемся на канал Клетка и на мой инстаграмм Андрей Басынин. 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 Клетка и на мой инстаграмм Андрей Басынин.